Но это все потому что он не кроссовый Он не создан для такого эндуро, Андрей А для чего? Тогда! Здарова! С вами снова Андрей Королев и повар И сегодня мы вместе с вами полностью проясним Какой из этих двух байков круче? Старая японская CR80? Или новенький китайский LeFan? Конечно, CR-ка круче! Наверное Точно! Точно! Кроме того, как высокая Слышит от шкафа Прошлое Прошлое Радость Радость Питер Всё Ирина Оставь Алла Оставь Теносик Оставь Оставь Хоп А Ничего Вот вы видели этого болвана, он стоит А это все от того, что все любители китайцев это люди С мозгами в режиме ожидания А те, кто умеют думать, выбирают качественное и выглядят как я Качественное? Ты видел свой дроческоп? Он выглядит так, как будто его с девятиэтажки скинули А у меня полноценный байк Лех, да ты сперва присядь на него хоть Присядь, присядь Иди подмашивай его для начала в нужных местах солидольчиком Итак, в прошлой серии мы купили два лучших мотоцикла за свои деньги По 100 тысяч рублей И лучше быть не могло Хотите поспорить? У меня глаза сейчас мясные А мясные они от того, что придется еще раз объяснить непонимающим Суть нашего проекта Мы берем два мотоцикла за одинаковые деньги Лучшего японца, которого только сможем найти И обязательно нового китайца Для того, чтобы показать, какое они говно даже сновья По сравнению с настоящей-то техникой И вот они Мотоциклы по 100 тысяч рублей Все, заколебался тут торчать Пора вон и жопу вон там пойти размять Смотри, клина не слои Проклятье Тебе помочь? Нет Они походу закрыли Мы его не закрывали Отсвеси, отсвеси Пацаны С Днем record Днем Продолжение следует... ради мощнейшего теста мы привезли их в крым за такое и лайкосик можно поставить было бы и сейчас мы торчим на местной кроссовой трассе где вот это чудо ощутит полностью доминацию силы инженерной мысли японии 90-х годов мопеды разные запчасти стоят по-разному мопеды сделаны для одного фигачить значит одинаковые а запчасти вообще-то и на то и на то можно ставить либо дешевые либо дорогие но кто-то любит регулярный секс с техникой а кто-то не с техникой погнали уже лёха дергаем кикульку и мы готовы к старту получше местной кроссовой трассе мы на ней первый раз вообще поэтому первые несколько кругов будем ехать в режиме овощей и просто щупать мотоциклы и щупать трассу так ну чё мы начнем тестировать лифанчик но мы же не совсем варвары поэтому сейчас сольем с двигателя транспортировочное масло ведь на нем ездить совсем нельзя можно словить колена и зальем в него новенькое а заливать будем настоящее немецкое качественное масло от ликви моли сейчас у меня в руках оффроуд 10 в 40 но у ликви моли есть горюче-смазочные материалы практически для любых целей для любых байков я всем советую лью в свои мотоциклы если что ссылочка в описании так но аккумулятор посаженный но я не вижу в этом ничего плохого потому что мопед долго стоял и заводится хорошо блин у меня передних тормозов нет поэтому будет стремновато здесь быстро гнать потому что трасса очень такая плотная здесь за трамплинами сразу следуют повороты такой себе посадочка потому это все из-за того то что я слишком большой молодой человек так андрей сделал мне все некачественно поставил лапки не так кикстарте все короче очень даже неудобно сидится на самом деле но это из-за того что андрей настроил его не так как нужно мне специально ну и какие у меня первые эмоции от этого мотоциклета у него очень хороший резкий подхват у него нет провала на низах я не знаю почему это происходит обычно восьмидесятки их надо сильно крутить прям жесть как сильно кстати руль меня надо выгнать в обратную сторону потому что блин она опирается мне в ляжке а по поводу скрипа я могу его оправдать тем что мне нужно было находиться когда андрей его разбирал вместе с ним мне кажется что-то там специально сделал чтобы меня обсирать но я вам покажу где раки зимуют ухты мотоцикл очень маленький но вообще-то сделан для детей а не для таких истолупов как я маленький да удаленький как говорится это у повара здоровая хреновня которая никуда не едет у гребенка тормоза отличные качественные новые очень мягкий байк мне на самом деле с моим весом по 90 килограмм очень даже удобно были на меня мотоботы мотоботах ездить на этом байке совсем неудобно он тормозит сам так но надо сейчас будет раскрыться чуть-чуть я думаю в подвесочке очень мягенько работает очень мягенько раз действительно страшно импульсивно полин подвески распедаливает у него ход просто огромный но она прожимается на весь этот ход когда еду по гребенке а это все почему потому что он опять же сделан для детей а не для того кто весит 85 килограмм ухты но это все потому что у них роста вы вы сами все видели я прыгнула очень слабо и руль вообще в щи сложила так что на этот мопед не для мотокросса сто процентов зато дорожный просвет царить какой даже не цепляю на таких буграх мой первый прыжок не пропил а она видите резина тоже не для кросса я же вам говорил он совсем бывает потому что руль сгибается Второй прыжок тоже не пробил Изумительный байк Это я Это я Это что сейчас было Это Ну как Нифига себе Походу кольца не притёрлись Я притрём А перед тем как мы обменяемся мотоциклами Чтобы передать полноценные эмоции Об этих двух байках Мы устроим парный заезд Кто быстрее по этой кроссовой трассе Проедет один круг Мы уже накрутили кругов 30 Но мотокроссмены из нас посредственные Уровень у нас примерно одинаковый То есть никакого мотокросса Только покататься умеем и повыпендриваться Поэтому всё должно быть честно Встаём на изготовку на третий биг Стартуем Бибикулка не работает Тогда на счёт три Раз Два Три Всё фигня Всё по новой У этого заглох А у меня не вытянул Раз Два Три Опять Опять заглох Но у меня вытянул Раз Два Три Здесь Шалин Какого хрена он едет Немедленнее, чем я Поворотча его трюкнул Блин, мне на руку словил Что за хрень Я же говорю, я вам покажу У него тормоза лучше А у меня побед Похлеще Всё, кажется, я пришёл в себя Ё-моё, да как он Мы сейчас тут Оба сдохнем просто Да он конченый Как он эту хрень делает Ё-моё, сейчас в жопу ему еду Звуски О, перебор Люди Моё Уик Да, 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 как ты это сделал, ё-моё, вот так вот, лифанчик. Посмотрите, что случилось с лапками, просто их погнуло, потому что новый мопед, это нормально для нового мопеда, ничего страшного, вот это вообще плохо, но зато они приняли форму моих ног, и мне теперь удобно сидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш гоночный заезд произошёл. Я был в полной уверенности о том, что я выстегну повара, но судя по тому, как он проехал, он, скорее всего, где-то занимался, и мне об этом не говорил. Но объективно повар меня реально только что сделал, но зато какой ценой. Вот все говноеды, которые купляют себе Китай, говорят, Япония старая, там всё разваливается, там усталость металла, а рама лопается, какая усталость металла. Я на этом мопеде вот этот трамплин не до приёмника, а в конец стола приземлился с своей массой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз сорок, и ничего не произошло. А у повара на первых же двух кругах ещё до заезда начали сгибаться подножки, на которые он ставит ноги. Во время гоночного заезда у него эти подножки вообще сложились просто в упор до болта. Ещё чуть-чуть, и я боюсь, что у него их вырвет. А когда подножки вырывает где-нибудь на трамплине, нога втыкается на приземление в этот трамплин, и от ноги не остаётся ничего. То есть вот он, весь Китай, эта рисовость. Какая усталость металла, она тут вообще не нужна, тут металла нет. Знаешь, что в этом деле самое главное? Ничего прокладка между сиденьем и рулём. То есть ты хочешь выпендриться и сказать, что они умеют ездить? Да. Лёх, ты знаешь, я вот, ты сделал кругов 15, а кругов 40. Ещё на камеру снимали, пытались прыгать здесь. Я просто устал, у меня акклиматизация, так что держи. Не, ну на самом деле я проиграл только лишь потому, что несколько раз промазал мимо передачи, мотоцикл маловато, а мотоботы для него большие. Нейтралку ловил, мопед не ехал, хотя я мог сочно вылететь, но не получалось. А заезд только один, то есть я лоханулся несколько раз. И ещё мопед как бы не под мой вес, поэтому он пару раз меня ещё не вытягивал, не ту передачу я выбирал. А вот повара вот этот дристопед низовой, он как бы тянет на любой передаче. Он на пятый поехал, ему похрен, может не переключаться. Только за счёт этой стабильности он выиграл, и всё. Всё, устраиваем обмен байками, сейчас прокатнёмся. Оба, на, я вот на китайце на этом. Даже ехать быстро не буду, потому что просто мне страшно, сейчас его разорвёт. Ух, блин, я не успел сесть, у меня колено упиралось в кикстартер. Как можно делать вот такое вот дерьмо? Вот как я и говорю всегда, японцев делают инженеры, которые всё просчитывают по-нормальному, по-человечески. А здесь просто сделали, вот его просто сделали, как было, накидали, наштамповали, и езди как хочешь. Вы слышите? Кстати, на самом деле я буду первый раз на японце пробовать кататься. Всё, байк завёлся. Сцепления вообще как будто нет, просто как это... Как на этом ездить? Я на нём вообще никуда не пойду, подножки согнуло вниз, у меня просто ноги разваливаются на нём. Первое ощущение, он слишком мягкий, такое ощущение как будто ещё мягче, чем лифан. Руль маленький. Задний тормоз, тоже какая-то вата, причём сам тормоз в три раза выше, чем подножка. Как он вообще на этом ездит? Сидеть в три тысячи раз сложнее, чем на лифанчике моём любимом. Я не могу переключать передачу вообще не могу. Ну форсит он вообще дико. Тормозов нету! Как этот баллон на нём ездит? Как он на нём ездил? Он ещё прыгал на нём? Руль по ощущениям разогнуло в разные стороны, хотя он вроде ровный остался. И вот этот кикстартер, у меня нога просто... Я не могу прижаться к мотоциклу, так ездить нельзя, в принципе. Передачи тоже переключаются. Хорошо, видимо, но как вата. Ну ладно, тормоза есть. Полноразмерный байк, всё-таки можно ездить расслабленно. Только подножки вот сейчас занизились вниз и более-менее удобно стало. А до этого, когда они вверху были, колени почти до рук доставали. То есть ты едешь вот так вот и зацепляешься за всё. Ох, блин, пифагоровые мотоциклы во все стороны равны, как говорится. Ну ладно, протестируем его ходовые характеристики. Сиарка же всё-таки валит. А вот это на 15 лошадей слабее мопед. Блин, у меня ноги слетают с этих подножек. Какое это убожество. Я как... Блин, это очень смешно выглядит. Я как будто на матрасе очень мягком сижу. Я, конечно, понимаю, что повар ничего другого купить, скорее всего, и не мог. Но это реально убожество. Ты на нём прыгаешь и чувствуешь деревянность. Это типа оффроуд, эндуроаппарат. Или для чего он там сделан, мне уже непонятно, если честно. Сейчас и гону. Блин, хруст такой, как будто у него рама лопнула. Хотя даже не долетел. Ё-моё, на нём ездить нельзя. Просто его уже... Его пробивает. Его пробивает даже без прыжков. Подножки здесь получше, чем у Лефана. Так уж и быть. Я бы себе такой за 100 тысяч не купил бы. Опа, нитровочка. Опа, вторая. Опа. О! Блин, глохнет, однако. А тяги-то на низах у него не так уж и много, как оказалось. Ну ладно, я немного рассмелел. Сейчас совершу небольшой прыжок. Вон, наверное, Андрей там на моём Лефанчике-то, а? Кайфует. Раз пробить. Два пробита. Три, четыре. Пять. Итак, я максимально сконцентрирован. Чтобы понять полностью этот байк, я буду ехать газ в пол. Да, со стартом у него небольшие проблемы. Попробуем ещё раз. Да, у него со стартом большие проблемы. Короче, быстро не выйдет стартануть. Мне кажется, он хорошо едет только из-за одного. Из-за его резины кроссовой. Ну, вообще, это будет самый страшный элемент для этого мотоцикла. Гребёнка. Так, оттормозимся немного всё-таки. Опять колёса оторвались. О, вздох на гребёнке. И финальный рывок. Оттормозился. А-а-а! Всё. Я на финише. С меня довольны. Не, ну знаешь, повар, вот я прокатил с ним, Том. На байке и могу по правде сказать, чем он лучше моего. Хочешь узнать? Ноги не сводит? Не, к этому привыкаешь быстро просто потренироваться надо. Дело не в этом. Смотри, у тебя, в общем, перзит он потише, вибрации поменьше. Да и с кнопочки можно заводить. А в остальном, ну, этот байк для того, чтобы за хлебом ездить горбатым байкером каким-нибудь. Да, у тебя вообще матрас для детей. Слышь, поехали-ка я тебе сейчас на драгрейсе покажу, где раки ночуют. Покажешь так же, как здесь. Итак, дамы и господа, мы встали на изготовку. В извилистом Крыму прямых дорог нет, как всем известно. Поэтому мы нашли самое прямое, что только было. И сейчас устроим полноценный драгрейс на 200 примерно метров. Это максимум, что мы здесь нашли. Ну что, Алексей, ты готов поглотать пыль? А ты готов лизнуть мой выхлоп? Поехали. Я тебе даже фору дам, чтобы ты не заглох. Раз, два, три. Сейчас у него подвеска-то не вывезет. Просто в легкую разорол. Чувствуешь доминацию Японии, чувствуешь, да? Говорится, война не... А, бой проигран, но война еще... Блест это, блядь. Запутался совсем. Ну ладно, нас ждет еще эндуро. Надеюсь, к завтрашнему дню у нас произойдет акклиматизация. И мы уже сможем вам показать хоть чего-нибудь. Не будем такие усталые. Поехали дальше. Приступим к эндуро. Мы приехали в другое село за 40 километров от нашего. И даже совершенно случайно нашли проводника из подписчиков. Вот он едет впереди. Сейчас нам покажут места, которые нужны нам. А нам нужны места такие, чтобы мы не упороли за первые две секунды эти оба байка. Это довольно-таки неплохо. Опа. Не прогрелся. Но у повара все-таки, по идее, должно быть шансов побольше, чем у меня здесь. Потому что его байк подходит для эндуро больше. Он и называется эндуро. А у меня чистый кросс. Еще и для детей. Довольно-таки неплохо. Что ты? О! Он заглох. Так. Вот тогда она буксует. Мне аж страшно. Меня подбрасывает постоянно на буксах. Что-то повар отстал. Походу у него проблемы. У меня он заглох, брат. Почему? Я краник забыл повернуть. Точно? Да. Вы по-любому должны понимать, что мопед не создан для таких эндуро-гонок. На нем было бы намного приятнее по селу вам кататься. Ну и здесь он тоже неплох. Не, ну у меня действительно есть проблема на этом байке. Я не могу в нормальной стойке на нем ехать. Из-за его размеров. Тяжело, тяжело ему. Но ничего страшного. Он же не для эндуро сделан. Очень тяжело. Моя зайка. Приходится ехать сюда. О, ну это ничего страшного. Обкатка, обкатка идет. Очень даже хорошо он себя проявил. Байк. О, опять вылетела передача. Коробка, коробка обкатывается. Это очень хорошо. Ой, передняя резина подскальзывается. Так, препятствия. Главное резину не пробить. Хотя же она у меня для эндуро. Резина здесь покачественнее, чем у Андрюши стоит. Я, конечно, еще не привык к эндуро. Как Андрюша на этом маленьком байке едет. Если мне гораздо комфортнее. Я себя чувствую просто ушлипаном на самом деле. Чтобы я поменьше ростом под этот байк, чувствовал бы себя как чемпион мира по мотокроссу сейчас. Ну смотрите, я еду на первой передаче без напряга. Ну да. Резина просто у тебя не очень. Да, я же говорил, что он не для эндуро создан. Так, сейчас мы будем его вытаскивать. Очень даже хорошо. Вот так. Как учили в Харт Эндуро. Бочком. Я же говорю, он не создан для такого эндуро, Андрей. Сыне, я себя чувствую здесь абсолютно комфортабельно. Но как человек, приехавший с равнины, я пока что местным рельефом очень сильно пугаюсь. У меня постоянно есть предчувствие, что я вот-вот, не довернув какой-нибудь поворот, его лечу вниз. Поэтому вы пока не видите жуткого валилого. Но я исправлюсь, я исправлюсь. Дело не в байке. Блин, муха попала. Так, я ее сглотнул, так что все нормально. Вот так вот, вот так. Дерево помешало, проклятие. Блин, я в какой-то мере даже кайфую на нем, потому что для кросса у него подвеска мягковатая под мой вес. А вот в эндуро прям едешь сидя так, потому что стой не можешь на маленьком. Вот в ботоботах неудобно в нем. Но это потому, что у меня нога большая, и неудобно переключать передачи. А вот муху, которую я скушал по пути, она мне щекочет желудок. А куда? Куда, брат? Вот что-то я отстаю, да, как овощи еду. Ладно, поглотаю чуть-чуть пыль за ним, чтобы вам показать, как это чудо разваливается на ходу. Улица-то довольно-таки неплохо. Ого, началось уже, вижу. Тормоза, наверное, не сработали. И чтобы вы понимали, на улице 30 градусов. Я еду на первой передаче на красоче. И никакого перегрева. Хотя у него нет вентиляторов. А у этого вообще ничего нет. Ни охлаждения, ни вентиляторов, ни хрена. Слушайте, как он в горы затягивает. 80 кубов затягивает в горы, как нефиг делать. Ну, слушайте, байк для таких узких тропинок слишком длинный. Из-за моей большой лапы я не могу пользоваться задним тормозом. Так что приходится пользоваться только передним. Ох, как хорошо. Блин, он в горы залетает. Я не ожидал просто такой тяги от двухтакника. Мне самому казалось раньше, что они не тянут. Но нет, даже когда он не тянет, он хотя бы не глохнет. По сравнению с четырехтакником, он будет до последнего, до последнего крутиться. Даже два оборота в минуту, но не заглохнет. Поэтому с этим аппаратом куда больше шансов вывести на тяги. Проклятие. Это Грэм Джервис номер два едет. Да нет, номер один. Я себя уже чувствую покорителем крымских вершин. Все, я сдаюсь. Не могу больше вас обманывать. Мопед полное говно. Не тянет, не тормозит. Просто эргономики нет никакой. Я уже не могу, ребят. Честно слово. Это просто, это худшее, на чем я катался. Он просто... Посадка здесь такая, что можно кони двинуть. Вот я еду на второй передаче. Он не тянет. Газ в пол. Переключаясь на первую, он не тянет. Божечки ты мой, а горка вообще не сильная. Ты можешь поехать. Я ребят не могу догнать. Я просто в ауте. Я уже настолько сильно его пытался оправдать. Все, передача вылетела. Все, он не тянет. О, проклятие. Какие-то звуки странные издаются. Это просто... Все, опять вылетел. Что делать? А вот третий что-то не вытягивает. Ладно. Это жестковато чуть-чуть. Ой, ой, ой. Почувствовалось, почувствовалось нехватка тяги. Первую воткнул. Все, горка вообще мизерная. Ребят, братья, извините. Но этот мопед вообще не для кросса, не для эндуро. Вообще, фуфло... Фуфломицид галимый. Он даже вот, я его толкаю, он не может заехать. Просто никак. Блядь. Извините. Все, я устал. Это самый ужасный мопед, на котором я катался. Я не могу. Хочется завозжидать просто. Итак, мы приехали на то место, которое нам нужно. Определенно. Это затяжной подъем. Не безумный подъем, где можно делать курлы, а вот прям средний, но длинный такой подъем для того, чтобы проверить наши мотоциклы на тягу. Ведь у эндуро-мотоциклов должна быть хорошая тяга. Это определенно. Ведь там часто горы, бревна, все это надо переезжать, иногда с сцепления на заднее подкинуть. Верховой мопед этого не вывозит и начинает кипеть. В принципе, сиарка это и должна здесь сделать. Но, как я определил по пути, сиарка тянет нормально, что удивительно. Поэтому этот мопед, в принципе, не сможет перепрыгивать бревна. Это мы уже поняли, ему наступит хана. Эндуро, но не эндуро, как бы за хлебом только ездить. А этот мопед, ну реально маловато, чтобы этим заниматься. Поэтому это будет финальный тест. Сперва пробуем на сиарочке заехать в натяжечку вот с этого места. Потом с разгона, смотрим, как все это происходит. А потом то же самое на лифанчике. Поехали. Итак, вся система в норме. Я готов к старту в натяжечку. Без разгона. Вторая передача, оно тянет. Ёберный театр. Мне аж страшно стало. Все, дальше я не поеду. Ну его нахрен. С места, без разгона, без разгона я сюда забрался. 80 кубов двухтакник для детей. Он на это способен. У меня больше нет комментариев. Я даже с разгона заезжать не буду. Все равно вывезет. Ну что, Алексей, вы готовы? Он должен вперед ехать, а не назад. Ну, счастливые дороги. На что способен этот байк? Чуть наклонимся назад. Да что-то как-то уныленько, уныленько, да. С цеплением поработай. Все. Дальше только будут буксы, потому что разгон он не возьмет. Все, теперь Леха едет с разгона на второй передаче. В этот раз у него явно есть шанс, если он не отпустит газ и не допустит ошибку. Нет, опять не хватает. Опять не хватает, он просто будет пердеть сейчас на месте. Доехал! 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 Алексей! Алексей, как вам это удалось? Это самый, самый, что ни на есть, худший байк в моей жизни. Я все сказал. Ты чего? Гонишь-то вообще? Ну, теперь повар нам скажет свое мнение об этом прекрасном байке. Видишь, как хорошо! А вот передачу забыл переключить и уехал куда-то. На наверх и добрался! Ну, как ощущения от этого байка? Вот он едет, вот он хороший, вот реально качественный. Мне он понравился, как он тянет, это вообще дикость. Я там величал, вот так вот делал. Я сейчас просто напоследок включу. Вот давайте познакомимся прямо на камеру. Меня Андрюша зовут. Меня Ахтим зовут. Вот так. Это тот самый человек, который нас привел вот в это прекрасное место. Только благодаря нему мы сняли вот этот контентик. Есть ютуб-канал у него. Так. Тысяча подписчиков. Слушаем внимательно. Арпад Эндуро. Арпад Эндуро. Там будет про этот мотоцикл. Ну, в дальнейшем будет больше видео. Там уже есть видео, поэтому... Вот такие вот дела. И сейчас бонусом вы увидите, как этот Иш покоряет вам ту гору. Погнали! Вот это звук! Вот это звук! Вот это пошла руда! Это он просто еще газу не дал! Что вообще на мягкие заехали? Долбануться! У меня аж камера померла! Да! Позиция, что надо. Но тут, я так понял, ценник 15 получается. Даже не 100, как у нас. 15 тысяч, да. Поэтому все наши претензии к тем байкам, они отменяются. К сожалению, время тестов подошло к концу. И сожалею я о том, что мы слабовато помучали эти мотоциклы. Можно было заставить этот металл кричать от боли. Но тут самое время поговорить объективно. Сообразительные зрители давно поняли, что все видео мы, мягко говоря, всех подстебывали. И ситуация с этими байками немножко не такая, какой мы ее рисуем. Короче говоря, вся проблема в том, что у нас было только по 100 тысяч рублей на мотоцикл. А нормального японца и нового китайца, который годился бы хоть на какие-то активные движения, за эти деньги купить невозможно. Мотоциклы уже действительно достаточно редкие. И запчасти на них найти не так просто. И даже не спорьте. Именно поэтому мы не стали над ними издеваться по полной. Ну потому что если поиздеваемся по полной, то разыгрывать будет нечего. Либо ремонтировать мы их будем достаточно долго. Понятно же, что LeFan развалится даже от того, что мы с ним уже сделали. Не говоря уже о жестких гонках. А на CR вообще должен гонять 50-килограммовый школьник. А не такая дылда, как я. Так что наш тест был на грани возможностей этой техники. Но CR мы все равно погоняли пожестче. Итог по мотоциклам. Древний детский японский кросс. Ни одного повреждения. Как говорится, в раю без изменений. Даже при учете жесткой перегрузки. Переживет не только меня, но и апокалипсис. Новый Light Enduro китаец. Перегруза не было, но эксплуатировали мы его в более тяжелых условиях, чем те, для которых он предназначен. По итогу мы имеем согнутые вниз водительские подножки. А это уже полная дичь. Также мы имеем пробитый глушитель об суппорт. А это уже инженерный просчет. Но там, где их делают, не знают в принципе, что такое расчеты. И именно поэтому мотоциклы не годятся. Для наездников от слова совсем. Повар, расскажи, какие ощущения ты испытал и в каких местах покалечился после езды на этом байке. Ну ладно, вот микрофон давай, Лёв, говори прямо у него. Брат, ощущения были настолько жестокие, что я никогда в жизни такого не испытывал. Хочешь узнать их? Мне кажется, мы сейчас почти поцелуемся. Лучше отойдем. Давай, давай, давай. Это у меня спина. Запоминай, спина. Что спина? Чуть не выспалась. Трусики у меня. А, ну понятно почему, да. Седалище все протертое вот от этого сиденья, понимаешь? Ну это ты ерзаешь, потому что они в стойке ездишь. Хотя я знаю, почему ты не можешь ездить в стойке. Говори дальше. Ляха ободранная об кикстартер. И не только ляха, я слышал еще что-то произошло. Я не буду это рассказывать. Почему ты не будешь это рассказывать? Потому что не надо. Ты что, интимные какие-то места об кикстартер сумел отодрать? Чуть-чуть яичко не лопнуло у меня. А причем здесь кик? Ну, а ну я когда, помнишь, в горку заезжал? Ну. Я же свалился чуть-чуть, она чуть-чуть цепнула меня. А, почему я не мог стоять в стойке? Это вот из-за этих лапок. И за кикстартер. Из-за того, что рули и седло как-то относительно друг друга странно стоят. Согласен. И угол вилки такой странный, что мотоцикл постоянно повернуть куда-то пытается. На нем только можно по силу ездить и все. Ну так какие повреждения ты получил по-тулующе-то по-своему? По-тулую, показать, что? Не, не надо показывать, закройся, закройся. Короче, у него настолько сдают нервы, что он не может рассказать. Пострадали щиколотки, хоть он и был в мотоботах. Пострадала колено, задняя часть колена. Тошкик с разных сторон втыкался. Пострадала задница, пострадала спина. Пострадала, блин, душа у него даже. Ну и эти самые интимные подробности его пострадали. Ну, в общем, вот так же вы будете себя чувствовать, если на данном байке попробуете ездить более активно, чем овощ. В общем, тут мы скажем так. Это старый, проверенный временем крепкий аппарат для детского мотокросса, либо угара и простого отжига. А это новый, но дешевый полноценный мотоцикл, на котором можно ездить каждый день, уехать куда-то далеко и без проблем с законом, но, конечно, не воображать себя гонщиком. Никаким. Так что тут думайте сами и решайте сами. Не будем мы вам советовать, какой байк за 100 тысяч лучше купить. Сами думайте, что вам из этого пригодилось бы. Ну, а в следующей серии мы прикупим два байка уже подороже, которые можно будет сравнить. Они будут оба более спортивные и более подходящие для наших боевых действий. И спасибо всем огромное за участие в платной викторине, которую мы устроили с этими байками. Только благодаря этому мы сможем снять следующую серию. То есть вы поддерживаете производство вот этих клипов. А мы очень сильно радуемся, ну и очень много приходится из-за этого, конечно же, работать. Так вот, розыгрыш этих двух байков будет сегодня вечером в 8 часов по Москве в моем инстаграме. Прямо заходите в прямой эфир, подписывайтесь, будете участвовать, будете знать, что происходит там. Ну, в общем, вы все поняли, прям пошел базар, вокзал. Мы пока поедем покупать следующие байки. Ждите серии. А с вами был Андрей Королев. Поехали. Долго думал, конечно. Ну, за мотокросс, за Японию. Всем пока. Ёперный театр, как тут вы с таксо? Камабанга! Камабанга!